Вы забыли одно обстоятельство. Сталин давно умер, и то, что сейчас есть... Слушайте, Сталин давно умер, но память об этом осталась, понимаете? Лучше, чтобы Кащей был слабее. Он будет слабее, когда он будет более хаотичным. Вы оказались на свободе, хотя должны были отбывать второй административный арест. Я выхожу со старого срока, в ожидании того, что вот сейчас же приедет машина, меня повезут в новый спецприемник отбывать еще 10 суток, а потом еще 10 суток, вероятно, всего. Нет никакой машины. Как-то странно ехать самому на новый арест в новый спецприемник. Ряд оппозиционных политиков, среди них Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, критикуют идею умного голосования. Если коротко, она сводится к тому, что вы призываете людей прийти на участки и проголосовать за кандидата, который не поддерживается мэрией или не поддерживается в целом Единой России, и проголосовать за того, у кого наибольшие шансы вне зависимости от партийной принадлежности этого человека и вне зависимости от его взглядов и идеологических установок. Вот те, кого я назвала, Ходорковский и Каспаров, говорят, что таким образом вы легитимизируете эти выборы. Что можете возразить? Мы не легитимизируем эти выборы. Мы в этой процедуре, подобной выбором, находим слабое звено Единой России, слабое звено вертикали и стараемся им причинить наибольший вред, используя вот эту процедуру. То есть вы, грубо говоря, играете по тем правилам, которые вам навязаны? Сейчас такая реальность. В этой реальности нет выборов. В этой реальности у нас есть не так много механизмов, чтобы противостоять. Это выходы людей на улицу и это использование вот этих процедур. Еще один аргумент Ходорковского, он такой в стиле примерно «брата-2», «сила в правде», он говорит о том, что аморально голосовать в соответствии с тактикой умного голосования. Вот такой вот аргумент, как вы можете прокомментировать, потому что действительно для многих людей делать такой тактический выбор – это идти на компромисс со своей собственной совестью. Цель оправдывает средства? Смотрите, в этой ситуации я могу сказать, что аморально было бы оставить все как есть, оставить кандидатов от «Единой России» и сказать, ну мы в этой процедуре не участвуем, пусть они побеждают. А почему это аморально? Подождите, почему это аморально? Вот, например, давайте возьмем округ Ильи Яшина, это 45-й округ. Там только что сняли кандидата от КПРФ, которого Яшин поддержал. Эта вся процедура заняла 24 часа, насколько я понимаю. Это же замечательно. Подождите, там остались Валерия Косомара, которая поддерживается мэрией, и Михаил Конев, который, в общем, тоже не вполне понятно, поддерживается он мэрией или нет. Там остались еще два… И это же замечательно. Как только Яшин дал рекомендацию голосовать за коммуниста, они его снимают. И понятно, что Собянин, ну вот, просто в лоб разобьется, но он хочет, чтобы Косомара прошла в Мосгордуму. Вопрос морального выбора, он важный для многих людей, особенно для политически активных людей. Смотрите, я 12 июня записывала интервью с вашей коллегой, с Любовью Соболь, и она в этом интервью сказала следующее. Даже коммунист с портретом Сталина, если сейчас, если там нет демократического кандидата в этом округе… Если вы не с портретом Сталина, у которого рейтинг будет выше, чем у кандидата, например, от партии «Яблоко», то вы будете поддерживать того кандидата, не от «Единой России», у которого рейтинг выше. Надо смотреть. Как вы можете эту логику объяснить тем людям, для которых Сталин не мем, а для которых всё-таки Сталин – это реальная фигура, с которым связаны беспрецедентные репрессии, которые коснулись множества семей в нашей стране, и до сих пор о них помнят. Я думаю, что вы смотрели фильм Юрия Дудя «Колыма», где Ефимар Шифрин подробно рассказывал о судьбе своего отца. Вот почему они должны голосовать за человека с портретом Сталина? Они вообще не участвуют в выборах. Вы забыли одно обстоятельство. Сталин давно умер. И то, что сейчас есть… То есть, Сталин давно умер, но память об этом осталась, понимаете? Сталин умер. И сейчас в общественном сознании те, кто вспоминает о Сталине, они воспринимают как время. Но это нужно всех расстрелять. Кого расстрелять? Расстрелять прежде всего коррупционеров, те, кто находятся у власти. И в общественном сознании, те, кто не сильно вспоминают о репрессиях, но вспоминают сталинские времена, они воспринимают это как время справедливости. Вы приходите, Иван Жданов, к Ефиму Шифрину, и говорите ему следующее. По вашему округу идет человек-сталинист и кандидат в Единой России. Я призываю вас голосовать за сталиниста, несмотря на то, что ваш отец был репрессирован и отправлен на Колыму. Какой аргумент вы ему проведете? Почему Единая Россия большее зло, чем этот условный сталинист? Потому что этот сталинист будет мешать Единой России. Разрушается монополия власти. Любая конкуренция во власти, даже со сталинистом, она лучше, чем единая партия, которая голосует по команде откуда бы то ни было, из правительства Москвы или из администрации президента. Любой способ, когда им необходимо договариваться между собой, когда им необходимо принимать какие-то сложные решения, они договорились, пройдет кандидат Касамара. А тут не проходит Касамара. Им приходится договариваться с новым кандидатом, с новым сталинистом. А этому сталинисту его же избрали. Ему все равно необходимо как-то отвечать перед теми людьми, которые его избрали. Это единая Россия. Они там между собой договорились, они понимают, что это сильный кандидат с административным ресурсом. Ему не нужно ориентироваться совершенно никак на избирателя. А Ефиму Шифрину, который, кстати, живет в моем округе... Вот, как я угадала, я не знала об этом. Он живет, но прописан в другом. Ефиму Шифрину, я скажу, что проголосовать за сталиниста в данном случае лучше, потому что они между собой будут ругаться и договариваться. То есть лучше, чтобы у Кащея было 2-3 головы, чем одна? Это и есть то, чего вы добиваетесь в данный момент. Это лучше, чтобы Кащея был слабее. Он будет слабее, когда он будет более хаотичным. Смотрите, мы видели в прошлом году губернаторские выборы. Выборы и в некоторых регионах, если можно выразиться таким политологическим термином, были опрокидывающие. То есть без всякого умного голосования люди пришли и проголосовали за технического кандидата. Яркие примеры – это Владимирская область и это республика Хакасия. Даже Коновалов, который стал сейчас губернатором от КПРФ, в какой-то момент написал мне, точнее его представитель, и сказал, что я хочу с вами сделать интервью. Но это было на этапе, видимо, торговли со Единой Россией. Потом, к сожалению, интервью не состоялось. Но очевиден один факт. Да, это было неприятно в данном случае для администрации президента. Но со всеми договорились. Почему вы считаете, что с депутатами Мосгордумы, от КПРФ, справедливой России, ЛДПР, кого вы там будете поддерживать, яблоко. Невозможно будет договориться. Более яркий пример с Хабаровским, когда кандидат от ЛДПР Фургал, он прямо призвал голосовать за Единоросса и говорил, что я пойду к нему в замок. И еще один аргумент в мою копилку. И все равно он победил. Нет, совершенно не так, потому что вся его деятельность потом показывает. Да, наверняка уровень губернатора, это контролируется администрацией президента, это контролируется полпрессами. Но ему приходится действовать, ему приходится ездить там по больницам. Мы неоднократно к нему обращались в рамках нашего проекта большой профсоюзной деятельности. Мы неоднократно... В Хабаровске вы имеете в виду? Да, в Хабаровске. Мы неоднократно обращались для того, чтобы он там где-то поддержал больницу. И такие ответы были, что действительно там повышалась зарплата, где-то какие-то действия от губернатора были. Но мы же говорим, это точечные вещи. Может быть, даже какие-то губернаторы от Единой России что-то иногда делают хорошее. В целом, уравнение не изменилось. Это сильно им испортило план. Даже если ваша тактика на 100% сработает, и попадут вот эти люди, которых Леонид Волков называет сбродом, то это будет прекрасная победа, и администрация ни за что, и мэрии не договорятся с ним. Это Путин... Это только один из механизмов. До победы еще далеко. Как вы можете прокомментировать такое утверждение, что сейчас время таких политиков, опирающихся на идеологию, прошло, и сейчас время политиков, которые дают предпочтение тактике? В России в данный момент сложилась такая ситуация, что говорить об идеологии в этот момент, когда у нас полностью монополизирована власть, и когда мы реально независимый кандидат, какой бы идеологии он ни был, он не может выйти на выборы и честно побеждать. Это достаточно странно. Сейчас нормально говорить, что мы хотим разрушить вот эту монополию, мы хотим сменяемости, мы нормальных хотим конкурентных процедур. Это самое главное. И любой кандидат, который за это именно выступает, он получает какую-то поддержку. Но не кажется ли вам, что будет, в конце концов, может накопиться такое разочарование в тактике, и в долгосрочном плане вы можете проиграть тем политикам, о которых мы, может быть, даже еще ничего не знаем, которые все же опираются на определенную четкую идеологию? Да, вполне может быть. Нам самое главное, чтобы была сменяемость вот этого. Вполне может быть, что потом придут новые политики. И хорошо даже будет, если там после какого-то периода придут совершенно другие политики с новой идеологией. Мы только за это. Но я не соглашусь, что может наступить разочарование. Самый большой период разочарования, который я могу сейчас вспомнить, это 2014 год. Тогда говорить, это как раз был период прошлых выборов в Мосгордуму, тогда говорить, что ты оппозиционный политик, что вообще что-то можно изменить, ну, было как-то себе дороже. На фоне крымских событий, на фоне вот этого угара патриотизма, на фоне Украины, да невозможно было просто агитировать даже за независимых кандидатов. Невозможно было собрать хоть какой-то большой митинг. Сейчас же совершенно другое ощущение. Я сейчас наоборот чувствую вот эту волну подъема, волну возмущений. Иван, у вас такая довольно замысловатая личная история последнего месяца. Вы оказались на свободе, хотя должны были отбывать второй административный арест, но что-то пошло не так, вы вышли на свободу, и, в общем, сейчас мы с вами встречаемся в другой стране. Они заранее мне дали новый срок ареста, то есть я должен был выходить в воскресенье, они заранее мне дали новый срок ареста в пятницу, чтобы я даже и не думал выйти, чтобы у меня хоть какая-то надежда была, и чтобы не работать в воскресенье, потому что зачем привозить автозак в воскресенье, когда можно в пятницу все оформить на новый срок и не работать в воскресенье. Я только смеюсь, потому что смеетесь вы, потому что ничего смешного в этом принципе нет. Это крайне забавно, потому что они реально, на самом деле, суд вынес решение достаточно странное, что меня нужно перевести в другой спецприемник, видимо, поближе, под больший контроль, который более привычен для политзаключенных, и меня должны были в воскресенье просто перевести в другой спецприемник, а старому спецприемнику не сказали, что меня должны перевести. ОВД просто, очевидно, забыла о том, что меня нужно перевести в спецприемник. Я выхожу со старого срока в ожидании того, что вот сейчас же приедет машина, меня повезут в новый спецприемник отбывать еще 10 суток, а потом еще 10 суток, вероятно, всего. Нет никакой машины. Как-то странно ехать самому на новый арест в новый спецприемник. Я абсолютно уверен, что они мне, конечно же, не забудут этот срок. С административными арестами это крайне неприятно, это действительно у людей отнимают свободу, это срок в розницу, то, что называют. 174-я статья, отмывание денег ФБК. Вот сейчас идет это дело, по этому делу арестовываются ваши счета, в связи с этим делом разгромили несколько раз офисы ФБК, студии ФБК, вынесли всю технику. Что сейчас происходит с этим делом? И вы, как директора ФБК, по этому делу проходите в качестве подозреваемого или, может быть, свидетеля? Смотрите, паника во власти настолько высока, что они возбуждали огромное количество сейчас уголовных дел. Это статья 141-я, воспрепятственные на работе избирательных комиссий, 212-я. Все понятно, их очень беспокоят эти митинги. Одна из частей вот этих большой митинговой активности, это же, конечно же, работа ФБК, штабов Алексея Навального. Поэтому им важно было, что как-то нарушить нашу работу. Они придумали еще одно дело, 174-я статья, отмывание денег, полученных преступных путем. Как-то объясняют они фабулу уголовного дела, в чем заключается отмывание, и в чем заключается, почему деньги получены преступным путем. Нет, никак не объясняют. Они прямо так пишут. Мы считаем, что вот эти деньги, которые поступили на счета, они получены преступным путем. Так можно сказать про вообще любую организацию, принимающую деньги. Там любой магазин «пятерочка». Почему Следственный комитет решил, что это деньги, полученные заведомо преступным путем? Очередной абсурд. Поэтому не важно, не нужно даже вникать в фабулу этого дела. Важно понимать, что их основная цель, как они написали в каком-то своем постановлении, перекрыть источники финансирования неприступной деятельности, а деятельности Фонда борьбы с коррупцией, деятельности штабов Алексея Навального. Это нам создаст какие-то проблемы. Безусловно, блокировка счетов, особенно блокировки счетов физических лиц, которым просто необходимо получать зарплату, создает нам какие-то проблемы. Решим? Решим не в первый раз. Смотрите, возвращаясь к выборам в многострадальную Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, вы уже в своих соцсетях написали, что вы точно не станете кандидатом, это очевидно, и поддержали Дарью Беседину, которая вроде бы является урбанистом. Объясните, кстати, ее не сняли. Ее не сняли. Вас не беспокоит это? Что-то не так? Вы знаете, я объясню, почему в моем понимании ее не сняли. Потому что в какой-то момент в администрации президента, в мэрии был сценарий, когда меня допустят до выборов. Очевидно, что если меня допускают до выборов, мне нужен человек нашего фланга, либерального фланга, и кто будет оттягивать голоса для того, чтобы кандидат от мэрии мог спокойно побеждать. Ну, чтобы наши голоса разделились. Поэтому я думаю, что ее зарегистрировали специально, чтобы оставить тот сценарий, когда кого-то из кандидатов допустят. Я думаю, у них первоначально не было... То есть, в общем, это кандидат от мэрии? Нет. Ну, такой урбани, знаете. Ну, слушайте, нет. Потому что в любом случае то, как началась компания Дарьи Бесединой, она началась также с обысков в доме ее родителей, с допросов. Все это она проходила. Теперь сложно сказать, что она кандидат от мэрии. Хотя в первом сценарии, возможно, ее допускали до выборов, да. Как человек, который будет спойлерить. Но сейчас я абсолютно изменил свое мнение, потому что она прошла через это. Она поддерживает политзаключенных. Нам нужны в Мосгордуме такие люди, которые могут открыто встать и сказать, вот это дело по 212, оно незаконно, оно выдумано на ровном месте. Такой кандидат нам безусловно нужен. Сейчас ни одной заявки на очередной марш или митинг 31 августа не согласовали. При этом мы знаем о московском деле по результатам несанкционированной акции в поддержку регистрации независимых кандидатов 27 июля. Там, по-моему, около 10 человек, да, проходят. Они могут получить реальные сроки. Будет ли ФБК призывать принимать участие в этой несанкционированной акции 31 августа? Естественно, политики, независимые кандидаты будут призывать уже... Собственно, о компании объявил юрист фонда борьбы с коррупцией. Об этой акции объявила Любовь Соболь. Ну, естественно, мы поддерживаем эту акцию. Какие будут требования? Требования, прежде всего, освободить политических заключенных по 212 статье, ну и связанным делам 212.1, прекратить все эти выдуманные уголовные дела. Требования, чтобы была честная процедура выборов. А вы понимаете, что если опять люди выйдут на несанкционированную акцию, то есть существенные риски, что этих людей опять, я не знаю, арестуют, будут против них возбуждать уголовные дела, будут налагать штрафы. То есть вы будете требовать освобождения политзаключенных, что правильное, и при этом подвергать людей риску, новых людей риску тому, что они окажутся завтра политзаключенным. Скажите, вы сейчас как раз транслируете позицию администрации президента. Цель этих уголовных дел запугать как можно... Я не транслирую позицию администрации президента, извините, я вас перебиваю на этом месте. Я задаю вам вопрос, который возникает у разных людей. Ну, как раз этот вопрос, он заключается в том, что часто мэрия, администрация, они используют вот этот страх. Они специально и придумали для того уголовные дела, чтобы запугивать ими. Более того, они придумали уголовное дело для активиста Котова, такое по 212-й Дадинской статье за неоднократное нарушение митингов. И в максимальном порядке проведения митингов, максимально короткие сроки, я думаю, что даже вплоть до того, что до конца августа или в начале сентября состоится рассмотрение его уголовного дела, ему вынесут, естественно, обвинительный приговор. Для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы сказать, вот видите, вы выходите на митинги, и такое может случиться с каждым. Да, это так. Такое в какой-то вероятности может случиться с каждым, даже если вы не выходите на митинги. Учитывая, что сейчас арестовали счета ФБК и вообще затруднили работу, будете ли вы, сможете ли вы помогать людям, которые могут столкнуться со штрафами и так далее, оказывать юридическую поддержку тем, кто, возможно, будет проходить по уголовным административным делам? С начала этих митингов мы запустили и линию юридической поддержки, и линию по обжалованию тех незаконных постановлений, которые выносятся в отношении задержанных на митингах. Мы сейчас продолжаем до сих пор собирать деньги в поддержку политических заключенных по 212 статье. Арестованные счета тут нам не... Но это создает проблемы. Еще раз, эти все проблемы со счетами решаются, мы их учимся решать, эти вопросы, и мы собираем деньги на политических заключенных. Есть организации, без которых было бы очень тяжело, которые только этим и занимаются. Это прежде всего Агора организация, ОВД-инфо, и такие организации тоже поддерживают политических заключенных. Естественно, поддержка не прекратится ни в каком случае, но чем больше людей выходит на митинги, тем меньше вероятность, что будут кого-то задерживать. Они могут точечно повыхватывать на небольшом несанкционированном митинге, они могут вообще всех задержать. Ну еще штрафы, такой хороший белорусский инструмент. Штрафы. Но вот начиная с митингов еще после фильма «Он вам не Димон», мы компенсируем незаконно вынесенные штрафы в отношении лиц, которых привлекали к административной ответственности. Мы собрали примерно на данный момент 22 миллиона рублей для того, чтобы компенсировать эти штрафы. Мы продолжаем заниматься этой деятельностью, потому что мы прекрасно понимаем, что штраф там 20 тысяч, 30 тысяч рублей, особенно если этот митинг происходит в регионе, это какая-то неподъемная сумма, они специально сделали такие штрафы. Ну просто там дешевле ездить в нетрезвом виде, меньше рисков по срокам административного ареста и по штрафам. Если я не ошибаюсь, вы пришли в ВПК в 2014 году. Все правильно. А что стало для вас мотивацией? До фонда борьбы с коррупцией я уже пытался создать, где я жил в Ненецком автономном округе, пытался создать отделение, тогда еще партии, народный альянс. Что стало мотивацией? Ну вот как-то включился, это еще, знаете, началось с митингов 31 число, когда выходим каждый месяц 31 числа. В поддержку 31 статьи Конституции. В поддержку 31 статьи Конституции. О свободе собраний. С того момента я занялся политической деятельностью, юридической. Когда ты приходишь в суд и когда ты не можешь добиться справедливого решения по политическим делам, ты понимаешь, что следующий шаг – это идти только в политическую деятельность, потому что юридические методы не работают. Как вы бы описали фонд борьбы с коррупцией? Это такая иерархическая структура, как, например, все крупные корпорации – это иерархическая структура. Я не знаю, что вы улыбаетесь. Есть второй вариант? Я сегодня просто вспомнил один вопрос, который нам необходимо решить, нарисовать листовку. И я подумал, как я буду договариваться с нашим руководителем отдела дизайна, чтобы уговорить ее, что эта листовка нужна, потому что это ее чисто зона ответственности. Я не хочу принимать директивные решения, что нам именно нужно сейчас. Но это такой хороший пример, который опровергает мою теорию. Но у меня есть второй вариант. Просто это сообщество единомышленников. Это, безусловно, организация, которая требует иерархии, потому что сообщество единомышленников, оно быстро идет в разброд такой. Каждый тянет одеяло на себя, и каждый старается доказать, что вот такой метод лучше. И часто это очень эффективно. Ну, это особенность общественной организации, что люди должны договариваться, и есть несколько лидеров. У вас не так, как я понимаю. И это становится неэффективной работой. Поэтому мы стараемся сочетать иерархическую структуру. В каких аспектах? Безусловно, цели стратегического планирования, политические какие-то вопросы, они исходят от руководства и фонда борьбы с коррупцией, штабов, от Алексея Навального. Какие-то вопросы, вопросы технического характера, вопросы методов достижения этих целей, они остаются на усмотрение руководителя отдела, безусловно. Ну, там, когда ставится какая-то задача, ну вот, например, как начинался проект «Умное голосование» и одновременно начинался с профсоюзами. Начинается все с письма. После письма идет совещание руководителя отделов, которые высказывают позицию, как лучше достигнуть этой цели. Естественно, там ставятся четкие сроки, ставятся ответственные по задаче, ставится менеджер процесса этого. И каждый отвечает за свой участок. Невозможно так было, если бы менеджер процесса вдруг в середине сказал, «Нет, а я вижу вот эту задачу по-другому». Мой последний вопрос. Есть ли такое условие, при котором вы откажетесь от той борьбы, которую вы сейчас ведете, несмотря на то, что вы уже сказали, что она абсолютно правильная, у вас не возникает никаких моральных дилемм? Безусловно, есть в течение даже того небольшого политического срока, небольшого с точки зрения изменений в России, вот этих последних пяти лет, безусловно, есть те люди, которые там перегорали. Есть те, кто говорил, ну все, я устал. Наверное, ваш предшественник, да? Ну, в том числе, не сказать, что он прямо перегорел, но я вот устал именно от этого вида деятельности, я хочу сменить вид деятельности. Речь идет о Романе Рубановой, предыдущем директоре ФБК. Это нормально, но для себя я пока не вижу этого пути, для себя я не вижу, что я еще перегорел, мне кажется, я еще много чего могу сделать в России, меня не пугают эти неуголовные дела, ничего, поэтому я думаю, что еще какое-то время я абсолютно точно продержусь, но люди меняются, я не могу сказать, что я прямо до конца жизни хочу быть оппозиционером. Я хочу, чтобы мы в пределах нашей жизни достигли прекрасной России будущего, где мы можем заняться нормальной политической деятельностью, а не борьбой с вот этим монстром, с этой монополией. Иван, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.